Состоялась первая долгожданная встреча лидеров России и США с момента избрания Джо Байдена президентом. Встреча президентов в узком и расширенном составе состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве. В ходе встречи стороны обсудили обширный спектр вопросов, стратегическую стабильность, реализацию совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижение рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны. Оба лидера отметили, что атмосфера встречи была позитивной. Оценки по многим вопросам расходились, но было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути сближения позиций. Было принято совместное заявление президентов России и США по стратегической стабильности. В деталях тему продолжим обсуждать в нашем сегодняшнем эфире. Это передача «Глобальная дискуссия». Я ее ведущая Анастасия Лаврина. Здравствуйте. С нами на связи сейчас Александр Дугин, российский философ, лидер международного евразийского движения и Дарья Гривцова, заместитель директора Института политических исследований. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте. Господин Дугин, мой первый вопрос будет к вам. В частности, в общих чертах ваше впечатление от состоявшейся встречи на пресс-конференции, которая, в частности, прошла по отдельности. Сперва ее дал президент Путин, а после уже президент Байден. Оба лидера отметили, что встреча состоялась в позитивной атмосфере. На мой взгляд, это такое вот начало новой системы развития двусторонних отношений. А что вы можете сказать? Вы знаете, я не разделяю вашего оптимизма. Другое дело, что, конечно, это облегчение. Эта встреча, она имеет своим самым главным результатом, что она состоялась. Потому что где-то несколько месяцев назад мы с Америкой находились на грани войны. На грани войны за Украину был очень сложный, напряженный карабахский инцидент, который тоже делал понятие война не таким уж далеким и от нас, от всех. А это нас всех касается. И тот факт. Да, Байден, когда он пришел к власти, он пришел на русофобской волне. Он обещал своим избирателям наказать Путина, остановить, сменить режим, поддержать оппозицию. Ничего он этого сделать не смог. И ситуация накалялась. Буквально мы стояли на пороге войны. И тот, да, напомню, как Байден жестко и некрасиво назвал нашего президента. Все шло к войне. И вдруг два лидера встречаются с группами людей. Нельзя сказать, чтобы они подружились или о чем-то договорились. Но войны нет. Послы возвращаются. А ведь послов отзывают как раз накануне войны, как известно. Послы возвращаются, лидеры встречаются. Результатов, конечно, кроме каких-то мелочей, явно от такой встречи в такой ситуации быть не может. Но самый главный результат, что мы разговариваем. Мы общаемся друг с другом. Мы не воюем. И это самое главное. Ну, говорить о том, что это прорыв, что теперь новая волна. Но никто не изменил своих позиций. Ни глобализм Байдена ничуть не изменился. Ни путинская преданность суверенитету и многополярной модели мира ничуть не изменилась. Путин никогда не был тем карикатурным злодеем, который его описывает Запад. И, наверное, люди, которые дают эти указания, прекрасно понимают, что они лгут для разных политических соображений. Мы тоже, в общем, трезво относимся к американской политике. И к Байдену, и к глобализму трезво относимся. Мы идем на уступки, но и принимаем эти правила игры. Поэтому как все остались при своих, но договорились так. А поэтому все и говорили о красных линиях. И Путин говорил о красных линиях. Красные линии не перешли. Никто за черту не вышел. И договорились жить дальше. Это такая коапитация, такое коэкзистирование двух взаимоисключающих взглядов на мир, взаимоисключающих взглядов на цивилизацию, на прогресс, на человека, на культуру, на ценности. Ну, что поделать? Такие бывают ситуации. Дарья, хочу узнать также ваше мнение, ваше впечатление от сегодняшней встречи. Потому что много было разговоров, когда обсуждалась повестка этой насыщенной, очень насыщенной для мировой политики недели. Во всяком случае, выделялись два основных момента. Это встреча президента Байдена с президентом Турции Режептайп Эрдоганом, а также президентов России и Соединенных Штатов Америки. Если президенты Турции и США, их встреча продлилась всего лишь 45 минут, то здесь встреча длилась и в узком, и расширенном формате практически несколько часов, более трех часов. И самый важный момент, который я бы хотела также отметить, это возвращение дипломатов, то есть возвращение работы по суть, что немаловажно. Как вы расцениваете этот шаг? Насколько стороны готовы двигаться в одном направлении, хотя бы по некоторым вопросам? По некоторым вопросам, как вы пояснили, что можно было договориться по дипломатам. Дипломаты возвращаются, и слава богу. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы возобновилась нормальная работа посольства. Это важно, это важно прежде всего и для, скажем так, граждан, которые могут и через различные, скажем так, структуры обращаться в эти посольства. В общем, если это все приведет к нормальной работе послов, это уже будет позитивный результат. Естественно, все остались при своих интересах, и прежде всего интересы и России, и США, оба лидера отметили, что они на первом плане. И риторика, я бы сказала, была жесткая. И если посмотреть выступление самого Путина на пресс-конференции, то я бы сказала, что он был немного злой и, скажем так, довольно активно и агрессивно выступал, отвечая на вопросы журналистов. И выступление Байдена тоже показывает, что никаких таких особо ярких и позитивных подвижек в отношении наших стран пока ждать не приходится. Но самый главный результат, как и прежде сказал Александр Дугин, то, что стороны пытаются договориться о безопасности, о безопасности не только в военном плане, но и в плане кибербезопасности, в возвращении обмене осужденными, заключенными, как с российской стороны, так и с американской. И здесь действительно такие переговоры с глазу на глаз, они помогают добиться большего результата, чем это могло бы происходить дистанционно. Но опять же отмечу, что действительно есть много недопонимания и со стороны и России, и США, например, по вопросу Украины, да, наиболее болезненному для России. Но, возможно, да, то, что было за закрытыми дверями, мы можем лишь предполагать, что, скорее всего, могли президенты договориться о, скажем так, об отсутствии эскалации на границе в Донбассе. И здесь действительно это важно как для России, так и для Америки соблюдать договоренности. И что хорошо, что и Путин, и Байден придерживаются одного мнения о соблюдении минских договоренностей, что другого пути здесь сложно найти. Также важно отметить, что стороны говорили о кибербезопасности. И, кстати говоря, по кибербезопасности они даже договорились начать консультации совместные между определенными ведомствами, чтобы искоренить вопросы. Да, создадутся рабочие группы, создадутся комиссии. И это действительно тоже шаг вперед, скажем так, во взаимопонимании. Но действительно осталось много острых вопросов, которые, к сожалению, пока еще сложно решаемы в ближайшем будущем. Господин Догин, одним из главных вопросов стало, разумеется, сдерживание ядерного, не то что ядерного вооружения, но в частности стороны поступили и достаточно верно в этом направлении, отметив, что ядерная война, она не пойдет на пользу никому. И была продемонстрирована приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победитель. Она никогда не должна быть развязана. Это также было упомянуто и в совместном заявлении, которое было распространено сразу после встречи президентов Путина и Байдена. Договор СНВ, возвращение и недавнее продление, которое поддержал президент Байден, также отмечалось. В этих вопросах по вопросам ядерного сдерживания, наращивания ядерного потенциала, по договору СНВ-3, можем ли мы считать, что стороны пришли к конечному уже пункту этой дискуссии, и не будут возвращаться к этому снова? Означает ли вот это заявление совместное, распространенное, что хотя бы вот в этих направлениях у сторон есть определенное понимание движения в дальнейшем будущем? На самом деле это не такая принципиальная сторона сдерживания друг друга, ядерного потенциала США и России, потому что в принципе есть определенные паритеты, пока этот паритет сохраняется в любых пропорциях, в очень больших пропорциях или в средних пропорциях, сокращенные или наоборот увеличенные, пока есть паритет, война ядерная почти исключена. Пока в главе наших стран стоят полноценные люди, и есть этот паритет, здесь важно сохранить пропорции, ведь на самом деле можно, например, усилить или укрепить этот паритет через гонку вооружения, а можно через сокращение, можно сосредоточиться на более современных формах, обходящие исследования новых видов вооружения, которые обходят существующие преграды, в том числе и для нарушения, изменения этого баланса паритета, а можно продолжать двигаться в таких традициональных формах, уже привычных и хорошо отлаженных. Военная сфера и сфера военной конкуренции, военного развития, она очень непростая. Здесь очень много секретностей, здесь очень много мифов, поэтому мы вот со стороны гражданского общества, видавались, можем по-настоящему следить за тем, что в этой сфере происходит, потому что здесь огромное количество некоторой такой военной мифологии. Я бы не переоценивал значение ни СНВ-3, ни договора о классических стратегических вооружениях, потому что основная военная мысль, она сейчас в другой плоскости. И там идет в этой плоскости бешеная конкуренция для того, чтобы сделать этот паритет явно сдвинутым, чтобы его разрушить, и чтобы какая-то из сторон обладала возможностью нанести другой стороне такой удар, который с симметричного ответа не повлек бы за собой, уже не повлек бы. И это никак невозможно остановить никакими договорами. Господин Догин, в частности, вот если продолжить тему этого договора, у президента Швейцарии есть надежда на то, что саммит поспособствует началу обсуждения вопросов ядерного разоружения. Вообще, есть ли логика в этом, что стороны Соединенные Штаты сверхдержавы и Российская Федерация сверхдержавы могут решить ни с того ни с сего вот именно прийти к мнению, что ядерное разоружение необходимо, и начать заниматься этим вопросом? Вообще, логично ли это, на ваш взгляд? Конечно, нет. Конечно, по-первых, вы правильно сказали, ни с того ни с сего. Из чего это они будут это делать? Когда ядерное оружие является просто основой стратегического суверенитета любой из стран, и та страна, которая обладает ядерным оружием, она, по крайней мере, гарантирована от нанесения ядерного удара со стороны возможного соперника, который этим ядерным оружием обладает. Вот и все. Конечно, простой рациональный анализ показывает, что это благопожелание. Швейцарцы правильно делают, отстаивают свой нейтралитет. Это вообще очень здравое заявление, но оно такое, знаете, символическое выносит характер. Не имеет отношения никакого вообще к реальной политике. А в реальной политике, мне кажется, эти заверения Байдена и Путина, они просто направлены на то, чтобы сказать, войны сейчас не будет, сейчас не будет войны, дальше посмотрим, но уже хорошо. Уже хорошо, что сейчас не будет, ну и замечательно, не будет. Дальше будут как-то выстраиваться отношения. Байден должен своим, он уже говорил, что я снесу Путина, я его заставлю там уважать, до последнего, до вчерашнего дня грозил, я его там поставлю на место. Путин как-то так очень более гораздо вежливо и корректно отбивался, но на самом деле тоже достаточно уверенно и последовательно. И вот они встретились, и никакого скандала не было, никто никого никуда не поставил, каждый остался при своем, и они разошлись. О чем они говорили, в таком составе, в котором они встречались, они принципиальных вопросов говорить точно не могли. Может быть, об обмене политическими заключенными, может быть, Навального предложили там на Бута обменять, говорят, продвинулись по Буту, что уже хорошо, или каких-то еще иностранных агентов. Мы можем, кстати, вот идея, я не знаю, мне казалось бы, очень рациональной, обменять участников события 6 января в Капитолии на нашу оппозицию. То есть частично руководство фонда борьбы с экономическими преступлениями передать им, а нам бы взять вот этих прекрасных американских патриотов, которые проявили себя очень социально ответственными. Но мне кажется, до этого еще наша дипломатия пока не дошла. Хотя Путин сегодня в пресс-конференции сказал, вы что к нам лезете, зачем вы защищаете наших иностранных агентов, лучше посмотрите с своими диссидентами, разберитесь, которые мирным образом, вы их стреляете там на подходе к Капитолии, как Эшли Бэббет. То есть Путин отвечает совершенно симметрично. Конечно, Байден не готов к такой симметрии, но Путин готов, ну и что поделаться. Ядерной державой приходится считаться с таким уверенным, сильным президентом. Поэтому главное, не стреляет, войны не будет, ситуация будет более-менее стабильна в ближайшее время. Ничего сверх не стоит, мне кажется, от этого саммита и его последствия ожидать. Это не просто когда был Медведев, Клинтон, перезагрузка. Об этом никто сейчас уже не говорит, ни в Америке, и серьезных экспертов не у нас, все смотрят трезво. У нас взаимоисключающие взгляды на мир, у нас многополярная модель у России, у Байдена однополярная, он сторонний глобализма. Никто свое мнение, конечно, в этом вопросе не изменит, но будем каждый постепенно. Дальше начинается сложнейшая историческая борьба, может быть, часто незаметная на поверхности, но на самом деле мы бы на этом саммите увидели, что Путин – это скала, Россия – это скала. Вы можете критиковать, вы можете быть недовольны, вы можете обижаться. Мы, русские, можем критиковать и критикуем подчас наше государство, но с этим ничего не поделать. Это надо воспринимать как факт. Дарья, а как вы считаете, в частности, вот эта знаменитая фраза о красной линии, о которой постоянно говорили не только представители Российской Федерации и Соединенных Штатов, но и в целом вот эта красная линия, которая часто упоминалась. Насколько на сегодняшний день после этой совместной встречи, этого саммита, стороны отошли от красной линии, отодвинулись? Или же они остались на том же месте, где и были ранее, но просто решили снизить напряженность на какое-то определенное время, продемонстрировав, что встреча прошла в достаточно позитивном ключе? Я не думаю, что они сдвинулись особо куда-то с этой красной линии. Все эти вопросы, острые вопросы, они так и остались нерешенными. И также я полагаю, что, возможно, когда Байден вернется в Америку, может быть, через несколько дней будут опять введены какие-либо санкции против России. Они очень любят это делать по итогам каких-либо встреч. Это уже, можно сказать, традиции. Будет странно, если никакие санкции не будут введены. И, в принципе, Россия к этому готова. Она не ждет какого-то такого, скажем так, позитивного разворота Америки в сторону России. Здесь нет. И эти красные линии, о которых вы говорите, они действительно есть, и они будут нарастаться, ну, не то что нарастать, они есть. И сейчас, да, по итогам этой встречи, действительно, проблемы безопасности, да, которые есть и которые могли бы возникнуть в плане военных каких-либо действиях, прежде всего военных действиях на Украине. Они, скажем так, немного отошли на задний план. И, скорее всего, да, в ближайшем будущем этого не произойдет. Но как себя поведет администрация? Надо же понимать, что Байден – это не ключевой игрок. Он президент. Управляют страной и реально другие люди. И как они будут себя вести в ближайшем будущем, мы лишь можем предполагать. И, к сожалению, оптимистичных взглядов – это сейчас нам никакой основы для этого нет, для, скажем так, позитивных каких-то изменений. К нам сейчас присоединились еще два уважаемых эксперта. Это Андрей Коробков, профессор политологии университета штата Теннесси и Игорь Коротченко, российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона». Здравствуйте, уважаемые эксперты. Добро пожаловать к нам в эфир. Господин Коробков, в частности, вы, как человек, который находится из Соединенных Штатов Америки, есть ли уже информация в прессе об итогах совместной встречи, двусторонней встречи президентов Байдена и президента Путина? Как это расценивается? Как это преподносится? Мы с вами недавно обсуждали, что есть недруги, которые заинтересованы в том, что встреча не состоялась, но встреча все-таки прошла и в двустороннем и расширенном формате. Как сейчас эта тема позиционируется в Соединенных Штатах? Ну, во-первых, надо сказать, что Байден, вот в чем ему не откажешь, он очень опытный политический игрок, поэтому он тщательно себя обезопасил от атак. Вот он начал президентство с очень жесткой атаки личностной на Путина, он продолжал жесткие высказывания по отношению к России и в какой-то степени, по крайней мере, он себя защитил от критики. И тем не менее, конечно, теперь уже консервативные республиканцы всячески его атакуют за слабость и вообще считают, что такая встреча не должна была состояться. Что касается освещения, то тут есть ряд интересных моментов. Во-первых, полностью основные информационные каналы освещают встречу, то есть ей посвящено практически все время. Пресс-конференция Путина дана была в полном объеме, хотя перевод, по крайней мере, на CNN был очень слабый и не всегда правильный. И был ряд интересных моментов, связанных с тем, что, например, Байден опоздал на встречу на 9 минут. И горячо обсуждается, почему это произошло. Был это тонкий политический ход Байдена, знающего, что Путин часто опаздывает, вот он заставил партнера ждать или же это было связано с общим состоянием Байдена. И потом вот начинаются пресс-конференции. Что любопытно, первая встреча в узком составе прошла гораздо дольше, чем ожидалось, а вот вторая в широком составе она завершилась гораздо раньше, чем ожидалось. Причем это интересно с точки зрения того, что американская делегация состояла из очень разных людей. Там были сторонники сотрудничества, вот типа Салвана, помощника по национальной безопасности, а там же сидела и Виктория Нуланд, которая вообще против любого сотрудничества с Россией. Поэтому тут, возможно, были какие-то трения и в рамках самой американской делегации. Но надо понимать, что Байден – это человек, который не только 50 лет просидел в Вашингтоне. Это человек, который мечтал о Белом доме всю свою жизнь, шел к этому. И сейчас он старается оставить след в истории, он предлагает очень радикальные внутренние реформы. И также вот он пытается двигаться в внешнеполитическом направлении. Вот обезопасив себя от критиков атаками на Россию и Путина лично, он потом предложил как встречу, так и широкий спектр проблем для обсуждения. Что можно сказать? Прежде всего, интересно и парадоксально то, что Байден после четырех лет атак на Трампа принял основные постулаты его политики. Прежде всего, он принял идею, что Китай является главной угрозой США. А это неизбежно ведет к пересмотру политики как по отношению к России, то есть целью, как и при Трампе, становится воспрепятствовать формированию какого-то альянса между Китаем и Россией и изменение отношения к Европе. Вот то, что произошло в последнюю неделю, вообще было достаточно поразительно, учитывая то, что Байден говорил в предыдущие годы. То есть, согласие на завершение строительства Северного потока, которое достаточно четко показало, что да, тон изменился, он вернулся к дотрамповскому, но европейцам достаточно четко дали понять, что европейцы, конечно, равные союзники, но не все равны одинаково. То есть, идет очень четкая политика улучшения отношений с Германией, Великобританией, Францией, и в то же время вот восточноевропейцам, малым странам, постсоветским республикам дано понять, что они будут делать то, что им скажут большие ребята. Больше 80% природного газа из России теперь можно будет перекачивать через две ветки Северного потока, а это удар не только по интересам Украины, но и Белоруссии, Польши, Прибалтики, и все это прекрасно понимают. И второй момент, который был очень важен, это то, что американцы продавили резолюцию по Китаю и заставили европейцев согласиться с ними, хотя ни геостратегически, ни экономически европейцам вот этот конфликт, ухудшение отношений с Китаем совсем не нужны. И что касается вот собственно тем переговоров, ясно, что они договорились о сотрудничестве, скажем, по ядерному сдерживанию, разоружению. Это вот новая программа стратегической стабильности по нераспространению ядерного оружия, по какому-то сотрудничеству в сфере ковида, по сотрудничеству по климату. И вот буквально в последние недели выплыла совершенно новая тема, которая вызвала буквально панику среди американского эстеблишмента. Это хакерские атаки, которые показали, что собственно ответ на санкции, например, есть, и он может быть абсолютно разрушительным. Я просто был свидетелем воздействия вот этих достаточно второстепенных атак и на снабжение бензином на Юго-Востоке и на снабжение мясом магазинов. А это были, опять же, такие достаточно незначительные атаки. Поэтому вот тут администрация предложила одновременно сотрудничество, введение каких-то переговоров, создание комиссий и в то же время достаточно четко дает понять, что она будет очень жестко выступать против любых попыток, если они будут приходить не от криминальных групп, а от правительства. Ну, также американцы ищут сотрудничество и, видимо, есть какие-то договоренности по Афганистану. Есть понимание, что их уход создает вакуум, который может привести к дестабилизации Центральной и Южной Азии, по Ближнему Востоку, Сирия, Ливия. И есть блок, где Байден обещал давить на Путина, но он прекрасно понимал, что договориться будет невозможно. Это и Украина, это и диссидентские группы в России, ситуация в Белоруссии. Поэтому, в общем, все было вполне ожидаемо с точки зрения тем и все было вполне ожидаемо с точки зрения того, о чем они договорились и того, где они договорились не договориться. Господин Коротченко, было ли для вас все так предсказуемо и ожидаемо, что вы почерпнули для себя из-за сегодняшней встречи президентов Байдена и Путина? И, в частности, насколько своевременно проходит эта встреча? Если в США некоторые считали необходимым отменить эту встречу, не стоит говорить с Россией, как звучали некоторые заявления, то лидеры стран НАТО, скажем, некоторые лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе, наоборот, отметили эту встречу важной и своевременной. Как вы считаете? По сути дела, кроме личного рукопожатия, общения глав Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, дальше обсуждения каких-то, безусловно, важных вопросов, в общем-то, никаких практических результатов нет. И это надо совершенно четко понимать. Хорошо то, что эта встреча состоялась уже по самому факту ее проведения. Но если мы говорим про то, были ли прорывы, нет, прорывов не было, они не ожидались, поэтому сенсаций никаких не произошло. По сути дела, состоялся диалог, он хорош потому, что российско-американские отношения сегодня находятся, пожалуй, на самой нижней точке за всю историю их существования. Отозваны послы, идет дипломатическая война с точки зрения санкций и высылки российских и американских дипломатов. Поэтому фон для этой встречи, а тем более ожидание, что здесь будут некие прорывы, но их не было, этих прорывов. Да, по сути дела, никто и их не ждал. Я считаю важным два момента. Первый момент, что стороны решили говорить относительно того, что называется стратегической стабильностью. Констатирована важная вещь о недопустимости ядерной войны. Но мы знаем, что Байден был с самого начала привержен продлению договора СНВ-3. Это и произошло, собственно. Поэтому это, пожалуй, единственная сегодня сфера, где, по сути дела, Россия и США выступают с единых позиций. Вопрос, что дальше? Что придет на смену СНВ-3? Очевидно, СНВ-4. Каким он может быть? Я полагаю, здесь подход уже будет следующим. По крайней мере, с российской стороны. Россия будет настаивать на суммировании ядерных потенциалов трех НАТОвских стран, которые осуществляют совместное ядерное планирование. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Их стратегические потенциалы должны суммироваться и дальше противопоставляться российскому стратегическому ядерному потенциалу. И выходить мы должны на уже более нижние пороги ограничения как по носителям, так и по ядерным боеголовкам, чем это предусмотрено в СНВ-3. Вот такие, допустим, могли бы быть уже обсуждены инициативы. Полагаю, что Запад будет не в восторге от этого предложения с точки зрения суммарного зачета Франции, Великобритании и США по ядерным боеголовкам, по стратегическим носителям. Но, тем не менее, это сегодня требование времени. Очевидно, именно эту повестку Кремль будет предлагать своим, собственно, оппонентам. Что касается Китая, ядерный потенциал Китая незначителен. Он не суммируется с российским, потому что у нас нет военно-политического союза, мы не состоим в каком-то российско-китайском НАТО, точнее его аналоге. Поэтому вопрос ядерного потенциала Китая будет вынесен за скобки, по крайней мере, до момента заключения договора СНВ-5, если это когда-либо произойдет, ну, может быть, еще и при нашей жизни. Другим не менее важным вопросом является кибербезопасность. Но, опять же, здесь прорывов нет. Стороны, по сути дела, обменялись упреками друг к другу, но не приняты пока что решения о создании группы высокого уровня по кибербезопасности. Я полагал бы, что такую группу с российской стороны мог бы возглавить, допустим, Николай Патрушев, секретарь Совбеза Российской Федерации, ну, а с американской стороны его, собственно, визави. Ну, и вот две этих важных, два этих момента важных они обсуждались, но прорывов мы не видим, кроме общих как бы деклараций, что само по себе уже хорошо. Что касается всех остальных вопросов, здесь у сторон диаметрально противоположной позиции, и очевидно, хотя красные линии никто не обозначал, но они де-факто уже существуют, мы их знаем. Для России абсолютно неприемлемо дальнейшее продвижение НАТО, для России абсолютно неприемлемо появление американских либо НАТОвских контингентов, баз, я уж не говорю про ракет средней и меньшей дальности, на территории Украины. Это красная линия, и полагаю, Россия будет реагировать на это максимально жестко, используя любые военно-силовые возможности, которыми она, собственно, обладает. Для США же продвижение вперед на постсоветское пространство является одним из главных на сегодняшний момент направлений американской дипломатии, поэтому договориться здесь не удастся. Мы по-прежнему рассматриваем друг друга как вероятных противников. И хотя декларации о том, что ядерная война неприемлема, собственно, лидеры произнесли, тем не менее в воздушном пространстве Украины периодически появляются американские Б-52, носители ядерного оружия. Они там занимаются не воздушным мониторингом атмосферы, а отработкой реальных сценариев нанесения ядерных ударов с помощью крылатых ракет воздушного базирования по территории Российской Федерации. Вот если в плане стратегической стабильности были бы приняты решения Вашингтоном, Москвой о взаимном ограничении полетов стратегической авиации вблизи границ друг друга, это был бы хороший прорыв, но его, к сожалению, пока что не произошло. Поэтому я остаюсь здесь пессимистом. Встреча состоялась хорошо, но по сути весь комплекс российско-американских проблем продолжает оставаться. Они не решены и не будут решены в ближайшее будущее. При этом у Путина внутриполитическая ситуация гораздо более, ну, скажем, комфортна для него, чем для Байдена, потому что у Путина существует политический консенсус внутри России, а у Байдена, ну, перманентное состояние президента, которого атакуют и слева, и справа, и Трамп не дремлет. И, собственно, здесь вот как бы это разница в подходах. Тем не менее, мы рады этой встрече, мы ее приветствуем, мы рассчитываем, что, может быть, по итогам все-таки будут или были достигнуты договоренности о том, что, по крайней мере, на рабочем уровне, уже ниже, конечно, чем президентский, Россия и США продолжат диалог. Россия и США продолжат диалог, как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, Министерство иностранных дел России и Государственный департамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке, и американская сторона, он также подчеркнул, настроена искать решения. Господин Дугин, в частности, если говорить о ситуации в Сирии, допустим, о ситуации в Ливии, тот же самый Афганистан. Ведь есть действительно моменты, где стороны могут найти, наладить какой-то диалог, по крайней мере, для обеспечения какой-то стабильности, об обеспечении гуманитарной составляющей. Вот ситуация в Сирии, в частности, может стать хорошим примером по гуманитарному взаимодействию, не по военному, еще раз подчеркну, или же тот самый Афганистан, откуда американцы намерены уйти полностью, иногда они говорят, что в сентябре, иногда говорят, что даже в июле может завершиться вывод американских войск из Афганистана. Как вы считаете, все-таки удастся ли хотя бы по некоторым направлениям касательно Ближнего Востока странам выстроить общую повестку и действовать слаженно? Вы знаете, между глобализмом и многополярностью не существует компромисса. Либо то, либо то. Этим и предопределяется жесткость. Вот это некоторая объективная жесткость двух проектов мироустройства, которая может быть смягчена в диалогах, во взаимодействиях, но она не может быть отменена, потому что в этом есть главная крайняя линия. Пайден никогда не откажется от мирового правительства и глобальной гегемонии. Путин никогда не откажется от суверенитета России. Значит, конфронтация будет везде, в том числе в Сирии, в том числе на Ближнем Востоке, в том числе в Ливии, в том числе в Афганистане, в том числе где угодно, в том числе на постсоветском пространстве. Поэтому, когда мы говорим, давайте взаимодействовать в гуманитарной сфере, это все равно вот помещенный, когда мы как бы в гуманитарной... Представьте себе, вот Сталину и Гитлеру советуют вместе в гуманитарной сфере налаживать, например, в снабжении партизан там или какого-то оккупированного зеления. Это бред просто, сразу бред. Какая гуманитарная сфера? Это все после войны, после того, когда одна из этих систем победит, потом и будет налаживание мирной жизни. Пока эти два совершенно взаимоисключающих миропорядка находятся в состоянии конфронтации, а они находятся, только эта конфронтация нарастает, но о каком серьезном гуманитарном сотрудничестве может идти речь? Символически показать, что мы не находим в состоянии прямого столкновения? Да, можно. Как и в советское время, в двух полях, в холодной войне, мы напрямую с американцами не сталкивались, а вот через посредничество про-американских или про-советских структур, стран, политических систем, мы очень жестко находились в конфронтации. И это продолжается, потому что это не только идеология, это геополитика, и здесь ничего не меняется. Другое дело, что вот, например, поэтому в Сирии, я думаю, будет то же самое, по Турции, по Ливии у нас будет та же самая ситуация. Байден будет говорить, там Ассад это чудовище, мы будем говорить, что повстанцы, они являются террористами, каждый будет прав, исходя из своей модели, и это продолжится. А вот в Афганистан, вот вы сказали, вот это более интересно. Мне представляется, что вот вывод войск американских из Афганистана, это не совсем такая добрая воля американцев, мол, они залезли, как и мы в какой-то момент, а потом передумали, посчитали потери, поняли, что стали бы меня не славить. Я думаю, здесь было несколько все сложнее. Они думали, что Россия достаточно слаба для того, чтобы в этой проблемной зоне создать свой форпост, поняв, что Россия постепенно усиливается с Путиным все больше и больше, только в одном направлении. Я думаю, что они уходят, чтобы создать нам проблемы, потому что талибы это очень сложная политическая и идеологическая структура, и мы уже неоднократно с этим, с исламским фундаментуализмом в Афганистане сталкивались. У нас Советский Союз, возможно, не одной из важнейших причин рыбого распада было как раз вторжение в Афганистан. А талибы не будут просто так вот как бы себя спокойно вести. Они начнут продолжать свою структуру. И, кстати, свои идеологии они распространяют и в Пакистан, который сам не рад, на этих своих территориях, так называемых свободных племен, которые пуштонами населены на границе. И в этом отношении я не исключаю, что цель вывода американских войск это начало дестабилизации Центральной Азии. То есть новая волна все того же исламского терроризма, который американцы очень эффективно против нас неоднократно использовали. Есть такая мысль, на мой взгляд. Поэтому ничего хорошего от бойтесь ахейцев, дары приносящих. В условиях вот этого принципиального противоречия между двумя планами будущего, ожидать каких-то подачек, уступков, подарок, подарков каких-то гуманитарных совместных, приводящих к всеобщему такому процветанию гуманитарных операций, ждать наивно. Поэтому все решается балансом сил. Пока мы суверенны, мы сильные. Как только мы чуть-чуть свою суверенность ослабим, и все в значительной мере придет в самую жесткую конфронтацию, тогда будет Нулан, а не тихий Блинкен, с которым, кстати, я знаком, я с ним в одной конференции участвовал. Мне поразило, что он на самом деле вроде тихий, скромный человек на рок-гитаре играет. Ну вообще, рок-музыкант Блинкен, Энтони, но одновременно он, когда я говорил, тогда Трамп еще был президентом, я говорю, ну у вас же в Америке такой Трамп, тоже реалист, тоже за патриот. Он говорит, нет, у нас нет такого президента. Я говорю, как нет? Ну он же есть. Нет, потому что демократия. И дальше вопрос такой, это люди, которые на самом деле реалити-чек, вот глобалисты, и тихие глобалисты, как Блинкен, или агрессивные глобалисты, как Виктория Нуланд, они реалити-чек, то есть реализм не воспринимают. Они живут в своем глобальном мире, в котором даже если какие-то есть проблемы с глобализацией, значит, это надо глобализацию еще усилить. Если есть проблема с миграцией, с какой-то оппозицией, надо еще усилить эту либеральную цензуру. Это очень серьезное могущество глобализм, очень устойчивый в каком смысле, хотя все больше и больше проблем глобалисты испытывают и с нами, и с Китаем, и с другими силами, все более и более утверждающими свою повестку дня. Тем не менее, они остаются очень сильны, поэтому надеяться на такое простое примирение невозможно. Это то, что называется zero-sum game. То есть, если мы будем выигрывать, глобалисты будут проигрывать. Если глобалисты будут выигрывать, сторонники многополярного мира будут проигрывать. Здесь, к сожалению, вот мы находимся в такой ситуации, что конфронтация гораздо глубже, чем предвыбранное обещание Байдена через внутренне американские проблемы, чем какие-то экономические или энергетические проекты. Проблема сейчас в образе миропорядка завтрашнего дня, а решается это сегодня. И вот Игорь Коротченко совершенно верно сказал, что в такой ситуации можно достичь тактических каких-то незначительных и важных, даже символических определенных взаимопониманий, признавая, когда только реалити-чек включается, что для них ведь тоже там для американцев Мадуро не президент, Гуайдо президент, Тихановская президент, Лукашенко не президент. Для них и Навальный президент, а Путин не президент, когда они разгуляются. И вот если они не будут реалити-чек осуществлять, если они не будут смотреть правде в глаза, то их, конечно, риск конфронтации жесткой войны повышается. Если они признают, что все-таки не так хорошо, как им хотелось бы все обстоит, а Путин президент, Мадуро президент, Лукашенко президент, а не их какие-то галлюцинативные вот такие фигуры, тогда они будут действовать, на мой взгляд, более рационально. На это надо надеяться. И есть у нас основания. Робкая надежда, мне кажется, есть. Именно что... К сожалению, надежда очень и очень робкая. К сожалению, Дарья, у меня к вам будет такой немножко риторический вопрос. В частности, вот эти все встречи, которые проводил президент Байден на протяжении последних дней, официальной встречи в рамках саммита, саммита Евросоюза, саммита НАТО, саммита Большой Семерки, видите, везде, в частности, он отмечал и Россию, и Китай, позиционируя их как потенциальную угрозу. Где-то больше Россию, где-то больше Китай. И при этом нашлись эксперты, которые отвечают, что Байден – это практически последний шанс сохранения единства Запада. Согласны ли вы с этим суждением, с этим заявлением? И насколько в частности Байден может отойти от тех заявлений, которые он делал до этого? Все-таки на этих саммитах он позиционировал Россию как недруга. Сейчас, приезжая в Женеву, встречаясь с Владимиром Путином, он уже говорит где-то в ключе возможного сотрудничества. Насколько далеко президент Байден может отойти от тех заявлений, которые он делал, встречаясь с западными партнерами, чтобы каким-то образом наладить, выстроить повестку развития отношений с Российской Федерацией, на ваш взгляд? Да, хороший вопрос. Но выступление на встрече с Путиным, все-таки здесь надо понимать, что стороны выступали как враги. И они понимали это, что они враги. Но даже врагам можно вести беседу и диалог и нащупывать, скажем так, точки соприкосновения, какие-то общие вопросы, по которым можно работать. В том числе, как говорилось ранее, по дипломатической линии возвращения послов, что важно было достигнуто в ходе этой встречи. То, что Байден может, скажем так, собрать вокруг себя Запад и, скажем так, улучшить ситуацию с НАТО. Мы знаем, что при Трампе возникала возможность и потенциал распада НАТО и, скажем так, какой-либо конфронтации между странами, входящими в НАТО. То сейчас при Байдене мы, наоборот, видим, что ни о каком распаде НАТО говорить не приходится. И страны, наоборот, консолидируются, европейские страны друг с другом. И это в том числе плохо для России, конечно, поскольку мы понимаем, что чем они будут едины, тем хуже для России, тем они будут более сильны. И здесь действительно, прежде всего, России стоит обороняться, защищаться и необходимо действовать жестче. И я думаю, сейчас Путин принимает более жесткую риторику. Возможно, именно поэтому и состоялась эта встреча, ведь все-таки эта встреча состоялась по инициативе именно Байдена, а не Путина. И здесь надо понимать, что с врагами надо вести диалог на их языке. Они не понимают, когда с ними мягко, диапломатично общаются, а когда, скажем так, ковбойский стиль. Байден такой некий ковбой, Путин такой некий ковбой. И если они будут вести диалог, Путин будет вести диалог в ключе на языке Байдена, то действительно какое-либо понимание или какие-либо точки соприкосновения, они могут возникнуть. И у нас есть на это надежда. Да. Но все-таки стороны отстаивают свои собственные интересы. И интересы американского народа, и прежде всего Байдена, необходимо будет показать СМИ, что он выступил, скажем так, как тот, кто может ответить Путину, кто может взять лидерство и верх в переговорах. Мы посмотрим, что, конечно, напишут СМИ американские, потому что мы знаем, что во многом власть четвертая сосредоточена в их руках. И понимание того, как прошла встреча, будет как раз трактоваться из этих СМИ. Что же касается, скажем так, российского поведения, то Путин, в принципе, вполне четко ответил и в своем разговоре с журналистами на те вопросы, которые стояли наиболее остро. Это и по тем прошедшим, скажем так, по митингам, по поводу Навального. Это то по правам человека и по тем организациям, которые предоставляют интересы американцев. И, естественно, здесь Путин, отвечая так жестко, скажем так, немного агрессивно, он показывает и свое лидерство. И я думаю, это правильный тон. И если Россия будет придерживаться такого тона в разговорах, то мы можем увидеть некие, скажем так, подвижки в наших двухсторонних отношениях. Конечно же, будем следить за развитием событий. Уважаемые эксперты, я благодарю вас за интерактивную дискуссию. Наше эфирное время подходит к концу. Сегодня, я напомню для наших телезрителей, мы обсуждали долгожданную встречу президентов России и президентов Соединенных Штатов Америки. Это Джо Байден и Владимир Путин. Встреча состоялась в Женеве. Много вопросов остается открытыми. Будем следить за развитием событий. Это была передача «Глобальная дискуссия» на телеканале CBC. Все это время была с вами я, Анастасия Лаврина. Оставайтесь с нами. Увидимся завтра. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова